При нормальных обстоятельствах президент Байден должен быть уязвим в своей ожидаемой заявке на переизбрание. Выберите на вкус его основные слабости, инфляцию, низкий уровень одобрения, иммиграцию, преступность и, конечно же, его возраст. Но куда бы ни посмотрели республиканцы, они сами себя загнали в загон. Всем привет и слава Украине! Вы смотрите «Служите Рашкин Репорт», меня зовут Юрий Рашкин. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы продолжаем. Республиканцы оказались не на той стороне с точки зрения американских избирателей в трех важнейших вопросах. Право на аборт, насилие с применением огнестрельного оружия и защиты демократии. И они почти наверняка проиграют громкую борьбу за поднятие потолка государственного долга. Расследование Конгресса республиканскими конгрессменами в отношении Байдена и его семьи в лучшем случае выглядит смехотворно. Недавнее устное избиение спикером Кевином Маккарти некоторых членов его руководства тоже республиканцам не поможет, когда паллада представителей вернется с каникул. Хуже того, они тесно связаны с Дональдом Трампом, который настаивает на том, чтобы довести партию до крайности. И они продолжают защищать его, несмотря на многочисленные серьезные уголовные расследования против него. Хуже того, вчера вечером Трамп сказал Тайкеру Карлсону, что никогда не перестанет баллотироваться в президенты, даже если его признают виновным в совершении преступления. Это перекликается с тем, что он сказал уже в 2015 году. Недавнее обвинение Трампа фактически сделало его еще сильнее в республиканской праймарии сгонки. Еще хуже для республиканской партии является логическая вероятность, что Трамп будет опять избираться в 2028 году. Если республиканцы думают, что христиане-евангелисты одумаются и перестанут поддерживать морально неблагополучного экс-президента, то те просто не обращают внимания на реальность. Но что действительно должно беспокоить республиканцев, так это то, что Трамп не уступит, если проиграет кандидатуру от республиканской партии. Он объявит праймарии с результаты сфальсифицированными и будет избираться как независимый. Это просто убьет шансы любого республиканца на всеобщих выборах. Ничто из этого не означает, что республиканцы не смогут вернуть себе Белый дом в 2024 году. Но это говорит о том, что их шансы почти полностью зависят от вещей, которые они не могут контролировать. Вот так, друзья. Спасибо вам. Как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушайте Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто же это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Patreon. Вы действительно мои герои, потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габблесс Америка. Продолжение следует...